Девушки отдыхают Но для тебя эта поддержка особенно важна, ведь вчера ты не справилась в командном конкурсе с приготовлением клофути. Получила черный фартук, потому что ты была капитаном. Ну, в общем, это, наверное, был не день, а сплошной кулинарный ужас. Пожар! Пожар! Собожешь клофути? Я расскажу, как. Может, лучше Вика, вон, лучше. А ты что, будешь луковый суп? Потреба... Клофути еще не запекается? Нет, стихи, стихи! Как много черный фартук будет? Виктор, все встегаем! Это моя ошибка, что я... Это клофути взяла чому-то, решила сделать как бисквит, в большую форму. И хочу уже вот так. Это, правда, так было. Сдаётся, что просто, оно всегда геніально. Но я, напевно, дуже прихвилювалася, потому что захотела покорить суддю рецептами высокой кухни. Это французский десерт. Ну, я думаю, что в день кого приготовлю, но не поразраховала свой час. И поэтому одно с другим, и в результате пшик получился. То, что я подала, мне действительно было стыдно перед судьями. Но сегодня я решила доказать всем, что я с клофути можу приготовить однею рукою. Получается, что сегодня ты исправляешь ошибки, допущенные вчера. Мы учимся готовить идеальные клофути. А благодаря усложнению вот от этого очаровательного зайца, ты докажешь нам, что сможешь приготовить одной рукой. Надевай зайца. Ты левша? Ну, вот перейдю ее направо и буду готовить. Не, ну, конечно, думает. А может быть, Надя все-таки не отличает, где право, где лево. Вот. Все, теперь все правильно. Друзья, Надюша, вы знаете, что я себе теперь подумала? Если я этот десерт готую однею рукою, левую, причем, значит, вы этот десерт будете пробовать без рук. В смысле? Дегустовать без рук взагалі. Без рук? Ага, мы с зайчиком такие хитренькие. Это зайц виноват, это он тебя вдохновил. Был бы рот и можно есть. Ну, давайте побачим. Я попробую хотя бы клофути. Домовилась? Да, договорились. Окей, это будет очень-очень вкусно. Итак, нам понадобится... Циква, мука, цукор, водичка, ванильный цукор, пудра, какао, яйца, масло для смешивания и молоко. Простые ингредиенты, которые есть в каждой господине дома. И хотя наша встреча началась, по сути, с неприятного сюрприза для Светы, ей придется готовить одной левой, но у меня есть еще и очень приятный сюрприз, который понравится и тебе, и нашим гостям, и зрителям, но об этом позже. А прямо сейчас начинаем готовить. Готуем сначала сироп. Клофути может быть с самыми разными начинками. Ты выбрала тыкву, скажи, почему? Как раз сезон, и она сейчас ела каждого дома. Очень вкусный продукт, в нем много витаминов. Недорого вкусно-полезно, я бы так сказала. Так, так, мы берем сотейничек, ставим на плиту, додаем 50 миллилитров воды и 100 граммов цукра. Ничего сходного. Треба варить такой сиропчик. Берем нашу тиквочку и режем маленькими кубиками брюноа, как у нас заведено. Ага, вот это уже интересно. Брюноа одной левой. Так, ну... Смотри, зайца не зарежь. Все-таки это мой друг. Ай-яй-яй! Вот так. Так. Наша тиквочка трешки поскакает. Ты сильная. Да. Знаете, после таких конкурсов, как на мастер-шеф, я думаю, что теперь одни ей руководничества одного нема. То есть ты вернешься домой, а твои мужчины, муж и трое детей... А мои мужчины, муж и трое, сыновей и так. Стоят по струнке и боятся. Нет, ну они у меня реально молодцы, потому что они за все у меня дома пеклуются, дивлятся. Я думаю, что когда я приеду додому, они будут знать, что мама значит, что их лишила на такой долгий час. И они имеют тоже такую закалку, что все сами дома готовят. А то не привыкли. Ну, кто там готовит в основном сейчас? Вот все готовят. Кто хочет есть, тот и готовит. Вот это... Я теперь поняла, что у вас две звонкоголосые участницы на проекте. Это Вика! Ну, Вика, я до Вики, напевно, не дуже дотягиваю. Ну, мне по телевизору тоже так казалось. Но теперь, когда ты рядом, я чувствую, что... Ультразвук! Сироп закипел. Ай, я все видела, ты хотела зарезать моего зайца. Ну, вот видите, получилось. Браво! Я не знаю, как ты, но зайц уже чуть-чуть устал. Закидаем в наш сиропчик. Вот как тут придумать, чтобы наш зайчик... Вот так. Не зайцем! Вот так. А вот кто у вас на мастер-шефе зайчик? Включая судей. Ну, зайчиков у нас не было. У нас больше такие все, дуже суровищие зверюшки, как зайчики. Ни одного зайчика? Да, ни одного зайчика. А разве Сережа Калинин не зайчик? Ну, я за судей не говорю. Я судей дуже... Можешь и судей тоже. Я бы Тетяну назвала такою павою. Элегантною, нижною, поважною. Эктор, эээ... Не ошибись, Света, тебе еще возвращаться. Лев, яглозный, розумный. Подлиз за ты. Калинин у нас будет тигр. Але не злый. Нижний, милый, добрый. Угу. И в одночась строгий тигр. И зайц полностью совсем согласен. Да. Циква уже практически закарамелизировала. Пять хвилинок нам достатньо. Яйца. И нам потребуется два целых яйца и один белочек взбитый. Вот оно сейчас и начнется интересное. Потому что нужно будет отделить белок от желтка и отправить в чашу кухонной машины одной рукой. А что же делать? Смотрите. Так, ну с этими-то яйцами допустим. Заяц думает, у него даже морщины на лбу появились. Как ты будешь делать? Вот сюда. Может бросим уже целое яйцо? Как ты думаешь? Нет. Или сможешь? Я попробую. И скорлупой немного тоже по рецепту. Нет? Во французских десертах разве не предполагать? Там маленький кусочек мясо рыбачки. Молодец! Шоколадный мы еще не готовили. И какао 50 граммов. Пересеем. Чтобы был гарный наш пищник, нам нужна дрібка соли. Боже мой, и что там что-то высыпалось? Это очень сложно. Это очень сложно. Он все-таки немой? Он все-таки немой? Да, он немой, но зато он много мне допомогает. Света не поняла, какой у него голос. И это такой зайчик, который все время молчит. Но этот зайц, обратите внимание, он работает. Он уже вымазался в какао. И цукру мы даем 75 граммов. Я знаю, без чего был бы невозможен процесс приготовления одной рукой. Без нашей кухонной машины. Да. Додаем сюда ванильный цукор. Наденька, пожалуйста, нам нужно духовку. За тот час подготовить на 190 градусов. Теперь мы поступово вводим муку из какао. Все сложнее и сложнее, но Света не сдается. Но задача исполнимая. Поступово вводим 300 миллилитров молока. Тесто мы обовязково помешиваем, чтобы не было комочки, чтобы была гладенькая однородная масса. Редко и консистенции. Все, выключаем. Готово. Для того, чтобы смешать все ингредиенты для теста, мы использовали насадку венчик в нашей кухонной машине. Быстро и без усилий с нашей стороны она справится с работой. Специальная ручка переключения скоростей помогает нам экономить время. Получается идеально. Вот шоколадное тесто. Оно по консистенции получилось как блинное. Если тесто не размешалось доброе, мы его просто пересидим через сице. Так как у нас получилась консистенция индии, а на наш зайчик, ой-ой-ой, вырезанный, такой нехороший. Мы его пересидживать не будем. Вчера вот что, моя помилка в чуме была. Я не рассчитывала трошки часа. Точно. Ну, оно у меня не припеклось. Если бы наше тесто выпеклось швидше, мы придумали с нашим зайчиком такую фишку. Мы запечем его в чашечках. Это будет очень быстро, за 25 минут. А, порция меньше, соответственно, готовится быстрее. Отлично. Если бы вчера тебе такое пришло в голову. Нет, я поставила в великую петель, как нам скажут, и решила себе запекти. Конечно, ты как для своей семьи большой готовила. Так, мы взяли четыре чашечки и будем их намашивать маслом. Мне кажется, что главное препятствие к победе у тебя на проекте Мастер Шеф, это то, что ты очень добрая. Есть участники, которые готовы там громить и рвать всех. Ты стараешься оставаться объективной, доброй, никого не обидеть. Тебе не кажется, что если бы ты была чуть пожестче, то, может быть, рванула бы быстрее туда, к победе? Так, когда бывают такие моменты, что кажется, но тогда я себе беру в руки. Я считаю, что всегда нужно оставаться, как бы там не было человеком. Жизнь после проекта будет другим, но все же таки приятно, что человеком я оставлюсь. Я рада, что я такая, какая я. Иначе не бывает. Мне так называются. Доброе сердце. И сейчас смотрю на тебя рядом с пушистым зайчиком и понимаю, что ты тоже как пушистый, добрый зайчик, который на пути к победе все-таки всегда остается собой таким добреньким. Но, наверное, дома бывают ситуации, когда тебе нужно проявить характер, построить своих мужчин. Профессионно. Бачите, мы за тот час накладываем нашу карамелизованную тикву в наши чашечки. Багато наберем на дно. Одну столовую ложку нам будет достаточно. Ну, кто любит больше, можно чуть-чуть додать. Тиква же это непогано. Ну, рассказывай, как ты строишь своих мужчин? Таким лагидным, нижним, добрым голосом не получается. И поэтому нужно включать все свои сирени, чтобы для всех четырех дышло за раз. А не, пока ты пообъяснишь каждому окрему, у тебя же горло тут все пересохнет. А так лучше за раз крикнуть и на всех, и все зрозумеют их. Ну, я, конечно, побаиваюсь просить, продемонстрировать. Вот так я могу. Но эксперимент есть эксперимент. Вот представь, я, это твой муж и твои три сына. А ты, это ты дома. Так. И тебе нужно что-то попросить у них. Раз ты сказала, никто не обращает внимания. Второй раз кто-то почесался и опять ничего не делает. И вот ты решила, как ты говоришь, включить свою сирену. Я тебя слушаю. Холодцы, я вам сказала, не гумбу. Я заработаю здесь дома и лишу вас самих. И все будете сами робить. Так ты поехала на мастер-шеп, да? Так. Я когда я злощусь, я им кажу, все, поеду, все лишу, и будете без меня. Ой, мне аж мурашки почти не надо. Это какая-то сказка. У кого это был такой голос? Это помогает. Вот видите, мы повыкладали. По-моему, заяц в обмороке. Смотри, он даже косой стал. Не, ну заяц привык наш. А, заяцику нравится. Заливаем наше тесто. Перемешиваем. Не бойтесь, что оно жидкое. Ну давай. Либо тесто на стол, либо все-таки получится в чашку. Тут, 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 ответственный момент. Аккуратненько. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И так легенько заливаем. Бачишь, зайчик? Ты теперь сиди тихенько. Если хочешь клафутить, то, пожалуйста, молчи. А что там на семейном совете? Вы какое решение приняли? Четвертая будет девочка? Вы что? Нет! Это уже на певне внучка. Ну а как ты думаешь, кто победит в мастер-шефе? Бачите, все участники думают, что выиграют они. Это справедливо. Смешные, правда? А ведь победишь ты. А переможу, звичайно, ж я. Ты победишь, если мы все-таки услышим голос зайца. Вот зайц, который своим голосом твой помощник скажет, кто победит в мастер-шефе 6. Зайчик, зайчик, подскажи нам правду. Кто будет переможцем на мастер-шефе 6? Звичайно, Светочка. Мастер-шефа. Будем отправлять их в духовку. Давай. 25 хвилиночок. Через 25 минут мы увидим, каким сегодня получился французский десерт у Светы. Время прошло. Клофути готова. Динь-динь-динь-динь-динь. Фактически. Света уже выполнила свое обещание. Приготовила десерт одной левой. А я почему волнуюсь? Потому что мне это есть без рук. А у меня-то лицо в чашку не уместится? Ну, мы зараз все придумаем. Дмитрий, мы еще пересыпаем трешки пудрою. Отлично. Поем французский десерт и припудрюсь. Ну, давай. Я чувствую, что клофути нужно немножко остыть, потому что я без рук горячее не ем. А мы пока выпьем по чашечке кофе. Кто там говорил, что ты добрая? Да, да, бачите. На мастер-шефе себя не показала? Так тут покажешь. Ну что ж. Завжди не пиздно выправлять свои помилки. Угощайся, пожалуйста. Нескафе Классик. Тщательно отобранные натуральные кофейные ягоды из Бразилии. Несмотря на твое доброе сердце, тебе приходится терпеть характеры некоторых участников проекта. С кем все же сложнее всего? Вика, Наташа, Руслан? Каждый тут на проекте, он имеет свой характер. Конечно. И поэтому для каждого это изюминка. Найсложнейший с кем? Я, например, ложусь с всеми. И поэтому как-то так, чтобы было сложно, мне, например, доброе. Да ладно, мы знаем, какая ты добрая. Я тебе спрашиваю, с кем тебе тяжелее, сложнее, скажем так, проявлять эту свою доброту? Вика завжди впевнена в том, что у нас завжди права. Так не бывает. Не бывает? Тому, деколи приходится ей трешки подсказывать там деякие речи, и чтобы она все делала правильно. И зайчик тоже очень согласен. Кстати, мне кажется, ты тоже кое в чем не права сегодня. Разве можно заставлять меня есть десерт без рук? Может, ты признаешь, что ты не права, и я поем его ложечкой? Нет. Не получилось. Ладно, сейчас буду дегустировать. Впервые есть клофути без рук. Но прежде напомню, как мы готовили этот десерт сегодня. Возьмите муку, сахар, какао, яйца, молоко, сливочное масло, соль, ванильный сахар, тыкву, сахарную пудру. Тыкву порежьте на небольшие кусочки. Сварите сахарный сироп и карамелизируйте тыкву. Просейте муку, смешайте с сахаром, солью и какао. Взбейте яйца с яичным белком, добавьте туда сухую смесь и тщательно перемешайте. Затем добавьте ванильный сахар и влейте молоко. Перемешайте тесто до однородной консистенции. Если образовались комочки, пропустите через сито. Чашки смажьте сливочным маслом. Выложите ломтики тыквы и залейте тестом. Выпекайте при 190 градусах 25 минут. Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой и горячим подавайте к столу. Светочка уже сама не хочет с этим зайцем расставаться, потому что, пожалуй, он стал для тебя сегодня счастливым талисманом. Ты одной левой приготовила такой красивый десерт. Но вкусный ли он? Ну, это сейчас попробовать. Кому? Ха-ха! Кто обещал, то и будет пробовать первый. И еще как обещал? Без рук. А, это точно! Зачем я обещала? Так, подожди. Ну, это практически невозможно. Вот дай мне на секундочку. Вот я беру десерт. И что ты хочешь? Я вот так вот туда... У меня нос не поместится. Ну, ладно, Наденька. Мы вот так провернем на блюдечку. То есть это еще один способ подачи клафути, да? Можно вот так в чашках ложечкой есть, а можно... Опа! Спасибо! Как ты хочешь увидеть, понравится ли мне клафути, что даже забыла? Я ведь обещала тебе сюрприз. Тебе не интересно? Дуже, я дуже люблю сюрпризы. Так что мне, сперва пробовать или сперва сюрприз? Выбирай, заяц. Сперва сюрприз. Я так и знала, потому что, когда ты увидишь этот сюрприз, ты точно не пожалеешь, что пришла ко мне в гости. Ты видишь, мама, все тут прибирать, дым среди детей не переживала, что порядок ты маешь тут на кухне в тебе, что складжено у нас. Приезжай скорейше, потому что мы уже сильно-сильно скучили. С перемогою приезжай. Я тебя сильно люблю. Подтримую тебя в всех твоих кулинарных делах. Останься так, как ты есть, и ты обязательно переможешь. Любим вас и тебя мои. Па-па! Мы тебе желаем здоровья и успеха, семейного, лучшего. А решта тебе, как Бог, все не поможет. Они так тебя любят? Ну, в самом деле, я в шоке, потому что я на такое не очікувала. Дуже-дуже приятно от себя послухать, побачить, что они меня так поддерживают. Я очень хочу домой, но я буду тут на проекте, пока не переможу. И когда тебе будет на проекте сложно, вспоминай, пожалуйста, вот этот момент, когда Надя без рук ела твой десерт, потому что это так ароматно и, наверное, так вкусно. А ты что, не будешь пробовать свой клафути? Ты ложкой, как нормальный человек. А я буду ложку, так нормальная людина. Можешь даже зайца уже снимать. И, Надя, я уже могу зайчиком. Дай мне зайца, так я себе одну руку займу. Будешь клафути? Сама ешь клафути. Ем сама клафути. Трам-там-там, трам-там-там. Господи, да это легко. Я хочу же старшую Наденьку. Опа, получилось. Слушайте, товарищи, я теперь всегда буду есть без рук. Обязательно приготовьте необыкновенное, нежное, вкусное, шоколадное и тыква волшебная. Готовьте, а мы пока доедим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова